дошло дошли руки и до домашних брючек штанцы домашние из флиса в клеточку здесь ничего сложного нету берете выкройку какая у вас есть раскраиваете и сшиваем передние и задние половинки но в клетке одна особенность надо совместить постараться клетку вот здесь у меня шоу вот он идет вот как бы постаралась я совместить и здесь и здесь внутренняя часть не так то видно вот и по косой более идет срез поэтому здесь тяжелее немного но все равно шью точно так же на верлоке вот ну вот шила я задние то есть на левую правую сейчас одно вывернула на лицо вторая на изнанке и я заправлю эту которая на лицо брючина вот заправлю в эту вот туда и прошью шоу сидения ну вот так я всегда заправляю когда шью брюки тогда очень удобно строчить на машине вот так вы начинаете отсюда строчить и с передней половинки и переходите на заднюю целым швом прострочила я еще конечно при раскрое надо постараться совместить клетку на всех половинках чтобы и по среднему шву совпадала клетка так вот как у меня вот на задней половинке вот видите совмещена по бокам я уже показывала и вот здесь точно также совмещена но буду мерять брючки коротенькие будут на манжетах вот выкрыла две манжеты два прямоугольника по диаметр своей голени измерить надо вот и сейчас на верлоке прострочу сложила манжету вдвое заправила ее внутрь штанины шум и и манжеты совместила со швом среднем не по не боковым а среднем чтобы шум на манжете был внутри вот и теперь у меня манжету выкроить по поперечной тянущейся линии не было чего только по длинной которая не тянется обычно я натягиваю манжету и штанину и она как бы присобирается но я распределила вот равномерно постаралась во всяком случае равномерно излишек на штанине и прострочу строчила по манжете а из-под низу не вынимая булавочек нож отключила и вот здесь ножничками под низом проходя вот по маленькими кусочками я распределяла вот там сборку вот сейчас покажу как получилось ну вот на лицо так получилось вот присобрана вот так еще осталось мне подогнуть на талии ставить резинку и брюки готовы ха-ха у меня как у такого маститого хомяка полно всяких запасов вот я нашла себе резинку как раз мне подходит по объему это у меня запасы десятилетиями здесь всякие тесемочки вот липучка там есть где-то белая вот всякие резиночки вот там вот тут тоже это кружева тесемочки вот тут у меня замочка еще с тех времен сейчас можно замки свободно купить но тогда попадались и мы покупали здесь тоже какие-то кружевчики но шитье ну в общем вот запасы есть но это еще не все еще есть это в таком огромном кульке у меня хранится вот в общем буду вставлять вот эту резинку я поступила просто прострочила зигзагом эластичным во первых он будет тянуться здесь на талии она не на талии ниже талии у меня вот средства подгибка вот здесь собирать ничего не надо я резинку просто для плотности вставила вот шнурки я не люблю их надо развязывать завязывать проще резинку вставить и вот прострочила я зигзагом таким можно было на распашивалке но она капризная иногда прострачивает нормально иногда пропуски делает поэтому я решила вот зигзагом прострочить вот и она эластичные растягивается но все брюки готовы буду мерять зима продолжается у нас зимний красивый день солнышком с морозом обещают на выходные до минус 25 поэтому продолжаем шить то были домашние брюки а теперь буду раскраивать это уже на улицу мне теплые лосины странный трикотаж здесь но я когда покупала знала видела вот он идет это вот кромка вот это и надо бы вдоль кромки этот раскраивать но он поперек не тянется а тянется вдоль кромки поэтому буду в обратную сторону кроить как бы кромка будет поперек а иначе что это за лосины которые не будут тянуться но ничего краем я уже подробно показывать по шею не буду потому что он практически одинаковый будет с теми вот домашними брюками я уже у них походила очень тепло вот приятно к телу флис хотя это не натуральная ткань но мне нравится будет быстро сохнуть это домашние брюки поэтому часто стирать вот и в общем эти я не буду показывать вашим а уже в конце продемонстрирую все сшитое ну и здесь будет пояс не цель накроенной потому что у меня не проходит по ширине выкроить или может быть клин вставить вот точно я клин вставлю все равно мне приходится ремонтировать через месяц такое строение ног что протираются ну в общем сейчас посмотрю буду мозговать но встретимся уже на демонстрации ну вот я уже в наряде как будто бы хотелось чуть чуть уже а потом думаю сядет ткань еще пусть будет так свободненько я не люблю в обтяжку вот так получились мои домашние брючки вот и блузочка с вышивкой плохо видно на улице уже темно свет там хотя включила у меня здесь здесь пять банок здесь две и сзади одна но все равно освещения впереди нету вот так у меня получилось конечно можно было бы купить но мне быстрее пошить а во вторых я хотела попробовать решили я его никогда не делала вот теперь не знаю у меня много дизайнов нашла решили может быть где-то еще приспособлю пока что вот буду такая дома гламурно нарядная таких брюках тепленьких ну и вот уличный вариант мои любимые валенки дутики я уже в каком-то видео говорила что они так нас спасают шаней да особенно меня шаня то не мерзнет у меня мы в любую погоду мороз большой маленький мы гуляем по часу ну 40 минут поэтому мне надо утепляться хорошо и брюки у меня теплые есть но как-то их заправлять в это и потом надутая там такое не очень мне нравится вот теперь у меня будут очень теплые лосины на мороз теперь я буду шаней гулять и по часу и не замерзнут ножки вот конечно можно было бы купить я уже говорила но мне быстрее шить вот тоже вот такие лосины о по фигуре нигде ничего лишнего вот и вы шайте себе если не можете подобрать мне тяжело и подобрать конечно потому что у меня определенное место заднее немаленькое и у меня все брюки или еще что-то вот здесь мне не хватает вот линии сидения поэтому а себе я шью делаю на это вот скидку и удлиняю линию проверяю лучше потом срезать поэтому мне комфортно в своих вещах шитых и знаю с чего они шиты как тепло мне Шаня мы не замерзнем нет вот сегодня вечером я проверю сегодня мы утром гуляли часть десять при десяти градусах мороза вот мы всех собак перегуливаем встречаем кого-нибудь гуляем с этой собачкой потом они уходят хозяйка или хозяин говорит ой мы замерзли ой я замерзла побежала побежали мы идем Шаней гулять продолжаем снова кого-нибудь встречаем снова мы погуляли минут двадцать с этими снова те ушли и так бывает три-четыре собаки перегуляем да Шаня и не меньше часа ну сорок минут от силы вот активно гуляем если собачек нету я беру мяч беру пуллер она очень хорошо играет бегаем вдвоем она забирает мячик бежит я ее догоняю она удирает моя красотулечка иди ко мне мою сонечку ой такую мою сонечку мою сонечку моя любимая собачечка вот теперь нам тепло будет будем мы гулять подолгу вот у меня немного прическа другая отращиваю волосы чтобы сделать стрижку другую немного вот надеюсь скоро постригусь ну все теперь пока 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 а а а а а а а а